Не дадим закрыть завод. 19 ноября подскандирование этого лозунга возле административного корпуса Харцизского трубного завода прошел республиканский митинг. Холодный проливной дождь не смог помешать мероприятию. На импровизированной трибуне выстроилась очередь из желающих выступить. Друзья мои, они замыливают нам глаза, якобы перемирие, при этом нас бомбят и начинают вырезать наши заводы. Завод за заводом будет возвращаться в республику, я вам обещаю это. А вы будете гарантом того, чтобы у нас больше не появились ни Курченки, ни Ахметовы, ни кто остальный. Земляки, мой дед строил этот завод. Полтора года назад мы поднялись против киевской хунты. Им не удалось нас победить. Олигархи пытаются задушить нас теперь экономически. Они пытаются порезать, вывезти наши заводы. Сокращают людей, не дают зарплаты людям. Мы не позволим закрыть Харцизский трубный завод. В поддержку требования не закрывать крупнейшее харцизское предприятие выступили жители соседнего Зугресса Людмила Занзура и Сергей Прокин. Попросили слово у микрофона бывшие работники ХТЗ Олег Поклад и Владимир Головин. Мне приятно сегодня видеть, что все-таки народ проснулся. Потому что когда мы еще, спустя некоторое время, пытались воевать вот с этой машиной, нас просто вежливо удалили с трубного завода. Пришло время, наверное, когда каждый должен для вас сделать выбор. То ли я буду сидеть дома, тихо ждать результатов. То ли я приду сюда, как вот сегодня весь народ, и буду доказывать, что мы здесь хозяева. Мы друженики, прежде всего, трубного завода. Мы здесь должны принять активное участие не только по восстановлению завода, а строительству будущей республики под названием Новороссия. Нам торговаться с хозяевами завода нет смысла. Потому что они не пойдут никогда навстречу. Пришло время отстаивать свои интересы. Защищать то, что нажито нашими родителями, отцами, бабушками, семьями. Мы должны с честью и гордостью приходить сюда и отстаивать свои интересы. Правильно я говорю? Да! Иловайчанка Татьяна Студенникова больше года живет в Харциске. Ее дом был разбит во время боев за Иловайск. Больше года мы живем гостиницей профилакторий трубного завода. Это Пески, Авдеевка, Дыбальцево, Углегорск, районы Донецка. Мы с вами, потому что вы нас приняли и обогрели, и этот завод дал нам жилье. Наши дети, это наши дети, они ходят в школы города Харциска. Пусть мы не харцисяне, но мы всегда с вами всем своим сердцем, потому что этот завод дал жилье этим людям. Не дадим закрыть завод. Коммунисты и беспартийные, ветераны завода и те, кто непосредственно с предприятием не связан. Пришедшие на митинг были единодушны. ХТЗ надо сохранить. На призывы к руководству завода принять участие в митинге отреагировал исполняющий обязанности начальника производственного управления ХТЗ Роман Хрокола. Мне очень приятно, что столько людей переживает за наше родное предприятие. Я скажу вам, что я на этом предприятии работаю также с 93-го года. У меня здесь бабушка, дедушка и мать отдали тоже много лет этому заводу. Поэтому, я думаю, вы мне поверите, что я вам скажу. Ни о каком закрытии завода речи не ведется. А что ж люди не работают? А что люди не работают? По вырезке основных цехов, поверьте мне, два основных цеха, РМЦ, Энергоцех и ЖДЦ, работают все оборудование в исправном состоянии. Готово запуститься в любой момент, как только мы получим заказы. Все правильно, друзья. Я так понял, что я ничего не понял. Ребята, завод возвращается домой. Мы вместе начнем процедуру возврата вот этого вам, нам, чтобы работали мы здесь. И все это было народное. Мы строим Донецкую Народную Республику, которая идет домой, в Российскую Федерацию. Ура, друзья! Спасибо вам за все! И не отчаивайтесь никогда! Донецкую Народную Республику!